ребят всем здорова сегодня решил записать видео рецепт рулета из гуся одно время мы держали много гусей ну и когда вам уже надоедает там запеченный гусь или жарко из гуся то я экспериментировал и решил сделать рулет получилось не то что вкусно просто очень вкусно и хочу поделиться с вами этим рецептом вот у меня вот такой кусочек он весит практически 5 килограмм то есть 4 700 если быть точным значит он уже выпотрошенный да ну полностью готовы так сказать к употреблению первым делом отрезаем крылья они нам не понадобятся делаем надрез посмотрим где у нас суставчик аккуратно по суставчику пока уберем в сторонку из крыльев можно приготовить какой-нибудь суп или по желанию их тоже можно будет отделить от костей и добавить мясо в рулет я этого делать не буду я лучше приготовлю какой-нибудь супец все вот такая у нас тушка получается и теперь ищем вот это да крыльевая кость по моему называется но где грудинка наша разделена и аккуратненько наша теперь основная задача снять мясо с кости значит не переживайте если немного мяса будет оставаться вы потом спокойно сможете его почистить и также добавить рулет покажу так так что сразу не переживайте с первого раза не у всех получается вот так вот подоль кости будем проделать не знаю полностью наверное видео снимать не буду как и это буду делать потому что но это затянется на очень долго если какие-то будут нюансы буду включаться сейчас наша задача ответить и как аккуратненько все спокойно отходит вот это то что чуть-чуть остается не переживайте я покажу что мы потом с ним сделать все так вот отделяем мясо от кости то же самое другой стороны видите все прекрасно отходит потихоньку не спешим может у кого-то есть филе не наверное поудобнее меня просто хорошо заточенный нож и принципе что же справляется спокойно со своей задачей сейчас вырезаю скелет покажу вам что из этого получилось что делать дальше что ребята остов вырезал такое дело получилось тут ну совсем чуть-чуть мясо но я его все равно по обрезаю добавлю наш рулет не вот такой вот непосредственно уже практической филе остались здесь только ножки их мы тоже аккуратно находим где кости и вот таким вот образом вырезаем ничего у нас не выбрасывается из всего этого мы сварим наваристый бульончик тем более я буду варить уху и я люблю чтоб бульон был наваристый добавить туда либо петушка но просто навар получит до либо вот все вот эти косточки за уся тоже пойдут туда так вот потихонечку здесь главное не торопиться потихоньку вырезать все косточки и желательно не прорезать кожицу до в общем вырезаем лапки и показываю что мы будем делать дальше все ребята вся раздел вот смотрите вот такое просто получился я с него по срезал все мясо практически ничего не осталось и вот ножка вот срезанное мясо его мы тоже добавим в нашу влет и смотрите на ногах когда вы срезаете остаются такие живы ну их желательно тоже по убирать потому что в готовом рульте это будет не очень вкусно теперь смотрите что мы делаем у нас грудка это самая толстая часть здесь у нас практически мяса нет поэтому мы сейчас за грудки будем перерезать мясо сюда сложивать аккуратно делать формировать такой монолитный одинаковый по слою мясо лист вот этот лишнюю шкуру жир мы уберем все и теперь с грудки таким вот образом смотрите отсюда срезал сюда его раз и опять смотрим где у нас потолще так вот будем брать и накидывать теперь все наше срезанное мясо сюда тоже добавляем таким вот образом смотрим где побольше срезаем где поменьше добавляем принцип вы поняли примерно вот так это все дело у нас будет выглядеть отлично теперь ребята сейчас помою руки нам понадобится чеснок я беру довольно много чеснока я люблю чеснок и вкус чесночный особенно с птицей выжимаешь вы смотрите по вкусу принципе специи можно добавлять любые которые вы любите но именно в этом блюде я не советую вам как сказать злоусердствовать ну короче не добавлять много всего потому что гуся свой вкус и просто вы специями его убьете а вот то что я показываю сейчас это ну скажем базовое это то что понравится всем вот допустим кому то нравится кориандр кому то нет а вот это вот в принципе набор тех спицей который любой человек попробовать и скажет соль посыпаем довольно обильно солью не боимся потому что он у нас мариноваться не будет он у нас будет сразу идти готовится поэтому вся соль ну короче соли так довольно прилично не боимся здесь тяжело пересолить потому что это рулет это закуска дальше черный перчик молотый обязательно тоже так не сильно вот так красная сладкая паприка а так больше для цвета и аромата кто еще любит это вдруг свои специи добавляйте ну вот это вот данный набор специй повторюсь подойдет паприка побольше и еще можно чуть-чуточку добавить сахара да не удивляйтесь сахар это усилитель вкуса сладким рулеть не будет а больше придаст усилить все туда где мясо можно чуть-чуть даже вот так вот теперь это все дело нужно завернуть в рулет я сейчас пойду просить помощи своих близких потому что одному это тяжело сделать и сворачиваем вы поняли примерно вот такую колобашечку вот таким вот образом и такой рулет получается бомбической видите красота и связываем все это дело ниточками сейчас пойду возьму нитки попрошу кого-то помочь мне все это дело связать лет замотал нитками очень плохо я его замотал так вот сразу пищевую пленку единственное что я забыл добавить это еще желатин это не обязательно ну лучше это сделать тогда все соки которые все будут выделяться они там зажелируется будет вкуснее ну я пробовал с ним и без него поэтому если не добавили не переживайте если нету если есть добавляйте немного и все смотрите далее что мы делаем такая колбаска получилось раньше я брал просто большой пакет засовывал его еще в пакет завязывал хорошо плотно можно даже два пакета ну чтоб при варке туда не попала вода и все это дело часа два два с половиной варить сейчас не вот сестра подарила вакууматор я сейчас это все дело попробую завакуумировать еще ни разу не пробовал будем делать так сказать испытания в режиме реального времени я уже сделал такой пакет попробуем я думаю в вакуумном пакете будет вариться сто процентов уже не попадет вода единственное что они видите узенькие и не так-то просто его туда засунуть вот такая колбаса получилось так сказать испытание обоим аккуратно здесь и такие есть как направляющие мы должны на них попасть закрыть закрыть защелки ну хорошо пробую как мы видно шо воздух откачивается не знаю как дальше он интересно сам это отключить но уже довольно плотно все загорелась красная наверное уже запаивает так теперь открываем вот эту штучку и открываем вакууматор смотрим да все запаялась прикольно вот такая колбаса вообще отлично все отправляем все это дело вариться часа на два на два с половиной все встретимся уже так сказать на показе готового блюда так ребятка нашел прошу два с половиной часа вытягиваем наш рулетик вот столько смотрите в нем собралась жир песока вот видите на дне да сейчас мы это все аккуратненько сольем и отправим наш рулетик отдыхать немного разливал не страшно все это все вытопился лишний жир все гусь у нас жирный как ни крути и отправляем сейчас я вот так мисочку положу остывать его и потом отправлю на ночь в холодильник и утром уже это все дело можно будет пробовать встретимся уже так сказать на дегустации так ребят ну что настало время x будем разрезать пробовать наш рулет в общем он сварился я его здесь надрезал слил жир потому что гусь был жирный пока он горячий жир спокойно слился лишний вынес его на улицу на ночь и про него забыл на улицу у нас было минус 24 в итоге весь наш рулет превратился в камень и в общем сейчас я его занес домой наконец-то оттаял и сейчас разрежу покажу вам что значит получил давайте с самого края вот так вот отсрежем краешек он всегда разваливается а здесь вот такая вот красота немного конечно видите не хватило жалеющего но запах уже могу сказать просто бомбический просто супер сейчас разрежу еще здесь показать вам смотрите ребята какая красота песня пахнет супер на запах сейчас кусочек попробую по баба я все сейчас зову все свои домашних потому что они уже ждут ждут этот рулет в общем пробуйте рецепт бомба понравится сто процентов в общем такое видео кому понравилось что-то пожалуйста вопросы как обычно в комментариях все ребят, всем счастливо, пока